друзья иду в магазин нужно водички купить вот там еще чего смотрю здесь на лавочке котик сидит тоже так похож на василия тоже такой серенький это видно молоденький испугался там в кустике спрятался ему насыпала немножко кушает но он я его тоже иногда у нас там вижу на конечно сарай не приходит а так бывает бегает наверно домашний так вот видно он такой чистенький не это не замурзанный и вы тогда еще с василием спутала а может василия сынок осторожничает ну в общем пусть кушает я пошла у меня там еще водичка осталась я котиком своим наливала не знаю может какую-то емкость найти мы воды налить а может найдет где-то водички друзья помыла я окошко вот это все с окнами уже закончила полутирала и багет постирала шторочку шторочки тюль в общем сейчас надо будет погладить еще я убрал отсюда цветы здесь им темно ведь окошко закрыто им темно поставила туда один цветок какие остальные отнесла маленькую спальню 10 дима спит это который говорил что встает просыпается рано здесь у меня баксик воду принесла я 4 баклажки купила капустинку купила на салатик на борщ на баксик держишь вот сюда я поставила цветочки это солнышко светит хорошо и сюда тут с утра солнце а потом уходит и нормально думаю никак я не найду место не сильно они у меня как говорится растут как-то они вяленькие какие-то жизни мало стараемся спасти у баксика как всегда голодные обмороки а я просто обленился очень сильно закормили меня разжирел я двигаться лень и сниматься тоже простите меня пойду еще чего-нибудь съем ну стараюсь давать по чуть-чуть три раза ну иногда 4 получает да давай ну так активный бегает резется иногда чем-нибудь скинет думаю поглажу потом дима разбужу а сюда еще эту сеточку вот это поставила вот на другие вот на это окошко не стала ставить думаю я его здесь принципе так не открываю можно если что на форточку вот так и делал ну и Продолжение следует... Все, друзья, штурочки висят. Все чистенько, светленько. Вы говорили, в комментариях писали, что можно сырое повесить. Ну, в общем, можно, конечно. Не знаю, я потом не буду спать спокойно. У меня немножечко с головой, наверное, в порядке. Мне надо, чтобы я знала, что я погладила. Чтоб еще ровно все висело. Да, Баксик? Потом доглажу там еще кое-что есть. Ну, надо уже Диму будить. Дима, десять часов. Дим, десять часов. Ау! Не пора ли вставать? Тут, конечно, темно у нас, хорошо. Для Димы спит себе и спит. Скажи, Доброе утро. Да. Утро. Да. Товарищ. Ну, сейчас немножечко раскачается. Еще надо чуть-чуть поваляться минут пять. Пока поднимется. Разбудить разбудили, а... Вернее, поднять подняли, а разбудить толком не успели. Ну. Все. Самое главное, что проснулся. Свет тебе включу, чтобы лучше было просыпаться. Добрый день. Добрый день, друзья. В общем, Дима сидит не потому, что зарядку делает. Сейчас одиннадцать часа утра. Потому что доктор сказал ему после каждого приема пищи вставать и сидеть минут двадцать-двадцать пять. На улице небольшой дождь моросит. Ну, как небольшой, ну. Капает, ну. Воздух такой холодный. В общем, холодно, никак тепло. Дюдя, да. Отопление работает хоть на минимальном. Ой, простите. Да, не обманываю. А я приготовила, мы с Баксиком поедем делать вторую привилку. Он еще об этом не знает. Баксюша, Баксик. Он учуял свежий воздух, ему надо туда. Баксик. Пойдем. Блянь, иди, корзиночка твоя. Иди. Иди. Иди залазь в корзиночку и поедем. Давай. Пошли. Скажи, кто-то тут в тепле будет, а я куда-то на улицу на холод пойду. А ну, мне надо. Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу, сижу, лежу. Баксик, иди. Иди, пойдем. Какой-то белый рисуночек, какой-то квадратиком у тебя. И вокруг еще. Пошли. Пошли, котик. Пойдем. Пошли. Пошли в корзинку. Пошли в корзиночку. Пойдем, мой хороший. Пойдем, мой хороший. Пошли, ты сам будешь залазить, да? Давай, залазь. Ну, иди. Залазь, я тебе тепленький домик туда тоже поставила. Давай, ты влезешь сюда. Давай. Залазь. Ну, и что, и куда ты? Подышать свежим воздухом. Ты с той стороны не откроешь. Оно открывается в эту сторону, поэтому ты... Ну, тогда с этой стороны пойду, да? Ну, залазь, подыши чуть-чуть. Давай, прыгай. Ну, давай чуть-чуть подышим, пять минут, и надо идти уже. Что там? Посмотри. Нормальная погода? Или ненормальная? Не? Ты чего, мать, да? Куда идти? Куда ехать? Ну, вот как раз прохладненько. У мамы есть время тебя свозить. А будет тепло, у мамы будет другая работа. Поедем? Да? Давай, поедем. Иди, маме, садись на шею. Давай, залазь. Залазь. Опа. Ну, нет. Давай, залазь. Папсик. Давай, залазь. Пошли. Пойдем. Пойдем. А ты мне хоть по морде не бей хвостиком. Давай. Давай в корзинку. Давай в корзиночку. Давай. Ай. Давай, залазь. Залазь. Залазь, Сан. Ну, ладно. Друзья, все. Мы собираемся. Мы еще хотели потом зайти на мою квартиру. Ну, как будет погода. Если будет сильный дождь лить, то вряд ли мы, наверное, пойдем. Ну, а там посмотрим. Все, друзья. Прививку сделали. Все нормально. Теперь через две недели нужно будет делать от бешенства. Сейчас я выйду. Хоть дождичек идет, но выйду на огородик. Посмотрю, как там, чего. С ним уже леньки. Розочка зеленая вся. Так что, бапсик пока здесь погодит. У него есть тут горшок и вода. Ну, в общем, все. Все нормально. А я пока выйду. Там цветочки цветут. Сейчас посмотрю поближе. Я в подвал еще заглянула. Все нормально. Крысами не пахнет ничего. Контерважка вся целая. Ну, воду в бак добираю. Тут, когда не было воды, я перекрывала ее. Станцию проверила. Все, станция включается, отключается. Все как положено. Все, доберется. Вроде бы она тут не заедает. Вроде бы она тут не заедает. Рыжая, но ничего, она отстоится. Так, я сейчас тут перекрою. Станцию открою. Отключу и открою на центральное. Пойду, там надо отопление включу, чтобы немножечко поработала, пока я на огород схожу. И надо добрать, а то там давление упало и не включается котел. Вот, видите, кнопочка желтой мигает. Сейчас я вот тут здесь есть краник вот такой. Открою. Давление поднялось вот. И котел сейчас заработает. Пока я по огороду воду разлила. Еще жду мало. Ну ладно. Сейчас повытираю. В общем, пока я по огороду вам поснимаю немножечко. Батарея и котел чуть прогреется. Все, я уже в подъезде. В общем, иду я на огород. Зонтик тут оставила, пусть стекает. Кроссовки, наверное, мокрые. Как-то чевакают. В общем, уже тут сирень распустилась. Надо было зонтик взять. Сейчас и камера вся будет у меня мокрая. Ну ладно, ладошкой прикрою. Пролезем тут. Опа. Что тут у нас? Травы, конечно, полно. Но ничего. Так. Персики есть. Даже хризантемка растет. Ромашки. Пионы. Не знаю. Что-то головка вроде вылезла, но не знаю, будет или нет. Так, что тут у нас еще? Потому что персик болеет чем-то. Листья, гляньте, какие. Чё б не заболеть. Что я тут за ним? Никто не следит. Ничего. Это лилии. Так. Здесь хризантема тоже была. Нету ее. Наверное, вымерзла. Это ромашечки. Так, это какие-то тоже цветочки. Траву чуть-чуть выбрать. Какие розочки. Пока еще не видно ни бутончиков. Ничего. Персики вон. Только не знаю, много. Их уже обдирать надо. Так, ну сейчас еще. О, это молодень. Тоже вон ветки все равно обрезала и все равно сохнут. Так. Ладно. Сейчас чуть-чуть наверх. Заглядно. Ой, ты тут. Это трава, конечно. Ой. Так. Ничего так не нарциссы. Ничего не цвело. Клубника. Так. Вот это большое. Пока мокрое. Что выберем? Тюльпанчик. Один. А это тоже засохло. Засох. Персик. Так. Это, по-моему, трава. Так. Что тут у нас еще? Боже, как трава. Гляньте, какие кустищи. Мама дорогая. Вот так бросить. клубничка. Ну, клубничка. Цветет. Хе-хе. Так. Это тоже первый год под персики. Адванчики какие. Ладно, все не вырвешь, все равно. Так. Ну, вот я жарю. Персик болеет. Какие-то листья вам дирать. на нем это смола. Смолы сколько? Гляньте. Отчего на нем смола плачет, наверное. Какая-то гадость, наверное, завелась. Так. Тут ничего нет. Раз нету, то не надо нам тут и полынь, чтобы росла. Ой. Так. Петушки еще не цветут. Это у меня такие они, знаете, разноцветные. Лили. Не, вот, гляньте, обманываю. Нарциссы были. Но это уже поздние. Вот два штучки. Поля поломать. Так. Сиренька. Ну, много в этом году кустов. Но она уже тоже, видите, отцветает. Надо будет. Вот персик не пошел. Засох. Ой. Вырывается прям вместе с камнями, с моими. Вот так. Вот так. Ладно. Так. Ну, тут вот тоже хризантемки есть. Пусть будут. Так. Здесь ничего. Пырей прет. персики есть. Вон, ромашечки распускаются. Маленькие, а листья надо пообрывать. Вот она. Шпатость это. Так. Это трава. Угу. Уже они от засухи. Может, их надо было поливать, как не было дождя. Угу. Так. Здесь аж камни сама трава поднимает. Ну, какой густеш. Ого. 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 Ничего себе проросло. Надо выдрать. Ого. Все. Ладно, потом будем строить. вот они красавцы такие беленькие. А я думала, они будут в этом году цвести. Там, смотрю, у всех цветут. Ну, у меня распустились. А еще у меня маки. Вот здесь маленькие, ну, наверное, подмерз. Вот он, петушок. Только начинает. Вот. руки теперь надо помыть. Вот они, петушки. не знаю. Тут я же такая специальная муха летает и откладывает личинки. Ну, видите, я не брызгала ничего, поэтому и ждать, что будут цветы, тоже особо нечего. а там как получится. Вот здесь мак немножко листья получше. Хотя тоже, видите, травой зарастает вот это все. Будет цвести, не будет, не знаю. Вот они. Хотелось бы тоже прийти. Вот эти синие фиолетовые, которые ранее, видите, эти зацвели. вот. Вот она. Видите? Гнилая. И этот тоже гнил. Вот это, которые гнилые, где личинки, надо обламывать, чтобы они на другие не лезли. Так, ну, все. тоже эти забыли. цветы, господи. Хорзантемы. В общем, все. Так. Ну, все, друзья, показала. Все. Будем собираться с Баксиком домой. Бакси. Дорога. 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 Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok